Добрый день, меня зовут Юлия Ирынич, я аспирантка географического факультета МГУ, научный руководитель Степаненко Виктор Михайлович. Я представляю работу об искусственном интеллекте для анализа и прогноза интенсивных осадков в московском регионе. И несколько слов про актуальность проблемы, наблюдаемое изменение климата и повышение температуры воздуха приводит к увеличению повторяемости явлений, связанных с глубокой конвекцией. То есть ливней, шквалов, торнадо. И по расчетам Росгидромета, тренд, наблюдаемый на территории России за последние десятилетия, очевиден. Особенно важны исследования таких явлений на территории городов. Например, в одной только Москве вероятный ущерб от ежегодных летних осадков, также по оценкам Росгидромета, составляет порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, важно понимать, что сами города за счет эффекта острого тепла, о котором рассказывал Михаил, могут усиливать осадки, особенно интенсивные. По нашим предыдущим работам было показано, что интенсивные осадки в Москве относительно площади Московского региона увеличены на 21%. И повторю, что уравнения для получения прогнозов погоды и для моделирования климата решаются конечно-разностными методами на сетке, которая покрывает весь земной шар. Соответственно, значение, полученное возле сетки, описывает характер атмосферы в объеме, который соответствует шагу сетки. И вот как бы получается проблема. В современных глобальных моделях шаг сетки в первые градусы не позволяет явно воспроизводить процессы глубокой конвекции и связанных с ними экстремальных и интенсивных осадков. А это крайне пространство неодородные, соответственно, процессы с радиусом корреляции порядка первых десятков километров. И вместо экстремумов мы получаем, по сути, просто сглаженное на площади сотен километров поле. В терминах функции распределения для московского региона это выглядит как, по данным модели, превышение повторяемости слабых осадков, меньшая повторяемость интенсивных осадков и отсутствие воспроизведения повторяемости экстремальных осадков, по данным модели, относительно данных реально наблюдающихся. В качестве методик повышения детализации используется на климатических масштабах статистический даунскеллинг, в том числе методами машинного обучения и искусственного интеллекта. Я представляю отчет за первый год и, соответственно, постановка задачи с помощью модели машинного обучения и искусственного интеллекта аппроксимировать подсеточное распределение осадков в виде функции распределения с помощью параметров атмосферы, которые не имеют такой большой пространственной неоднородности и вариабельности в пространстве и хорошо воспроизводятся климатическими моделями. И, конечно, маркируют развитие процессов, которые связаны с глубокой конвекцией. Обучение модели производится с помощью данных наблюдений об осадках и модельных данных об индексах неустойчивости из реанализа РА5. Собственно, за первый год в рамках представляемого отчета было проведено повышение квалификации в области машинного обучения, решение тестовой задачи методами машинного обучения в рамках повышения квалификации, собран обзор литературы и подготовлены базы данных наблюдений и данных моделирования для дальнейшего анализа. Чуть подробнее про массив данных целевой переменной, суточных сумм осадков. Как из открытых источников, так и из баз данных ограниченного доступа были собраны данные по 27 метеостанций Московского региона, представленным здесь на карте. В итоге самый полный архив по данным наблюдений был собран по 33 годам, с 1988 по 2020 год. Оценивается теплый период с мая по сентябрь. Далее перейдем к данным переменной признаков описания, то есть данным предикторов. Был выгружен массив данных реанализа РА5 с 1988 года по настоящее время, и по характеристикам атмосферы, о температуре, о влажности, ветре и других характеристиках. И на их основе были рассчитаны порядка 50 производных характеристик состояния атмосферы, более сложных, чем исходные, которые характеризуют состояние атмосферы, способствующие выпадению интенсивных осадков, согласно физике процесса. Общий объем архива составил более 40 гигабайт. В качестве тестовой задачи была решена задача аппроксимации максимальной суточной суммы осадков, она же целевая переменная, с помощью средних по региону характеристик состояния атмосферы. В данной задачи было взято 32 характеристики. Это термодинамические характеристики, параметры неустойчивости, влагосодержания и конвергенции. Объекты — это не с осадками более 1 мм. Разделение на обучающую и тестовую выборки было проведено в соотношении 4 к 1 для тестовой задачи. Метрики качества, среднеквадратическая ошибка и R-квадрат. Модели использовались гребневой регрессией и CAT-буст. И, соответственно, полученная задача выглядела таким образом, то есть на основе средних полей признаков. Вот здесь представлен пример данных за одни сутки, которые подавались в модель машинного обучения с учетом исходных данных, то есть рядов за 33 года о максимальных суточных суммах осадков, мы получаем максимальную суточную сумму осадков в регионе для тестового периода уже с помощью статистических методов, то есть методов машинного обучения, моделей, которые мы используем. Да, и, собственно, теперь для начала попытка посмотреть на данные, которые мы имеем руками, то есть взято, значит, да, на рисунке, собственно, показана зависимость суточной суммы осадков от двух индексов неустойчивости атмосферы. Это энергия неустойчивости и интегральное влагосодержание. И показано, что медианное значение этих индексов практически линейно зависимо от интенсивности осадков, максимальной интенсивности осадков суточной суммы, которая наблюдалась в регионе. То есть, как бы, задача имеет смысл даже вот на таких простых предикторах. И, собственно, перейдем к решению тестовой задачи и применению методов машинного обучения. На левой картинке показан пример. Значит, как бы воспроизводились осадки моделью, если бы, ну, по сути, это базовая картинка, от которой мы исходим, то есть это как воспроизводится осадки моделью на площади всего московского региона. По оси Х это у нас наблюдаемые осадки, то есть максимум осадков по данным наблюдений. По оси У данные по модели. То есть видно, как сильно модель занижает осадки относительно данных наблюдений. Далее, значит, справа то, что мы получили после применения методик машинного обучения. Помним, что шаг по времени в исходных данных у нас составлял один час, и поэтому набора признаков у нас было два. Максимальные за сутки значения, которые представлены на этом слайде, и средние за сутки значения, которые представлены на следующем. Видно, что даже регрессия улучшает значение осадков, получаемое с помощью модели, но все равно есть некоторое превышение повторяемости слабых осадков и занижение повторяемости интенсивных и экстремальных осадков. Модель CatBoost уже имеет более плотное облако точек, и, соответственно, по параметру RMSE лучше воспроизводит показатель осадков. Важно отметить, что по оценке важности признаков в обеих моделях для максимального за сутки значения признака доминирует лоплосиан приземного давления. Далее перейдем к средним за сутки значениям. Здесь результат, полученный моделями по оценке RMSE, оказывается даже лучше. Однако для модели гребневой регрессии доминирует уже значение предикторов о вертикальных скоростях в толще тропосферы. Соответственно, за отчетный период был собран архив индексов неустойчивости и рассчитан архив по данным реанализа R5 более 50 переменных, которые не имеют аналогов. Собран архив данных наблюдений за осадками. Впервые показана зависимость суточных сумм осадков от широкого набора индексов для московского региона. И впервые для московского региона показана застоятельность идеи о детализации интенсивных осадков с помощью методов машинного обучения и искусственного интеллекта. В дальнейшей работе планируется с помощью методов машинного обучения и искусственного интеллекта получение оптимального набора предикторов для региона из всего числа используемых характеристик, особенно расчет функций распределения для региона, функций распределения по пространству на климатическом масштабе и на основе полученных данных подготовка, публикации и написание текста диссертационной работы. В ближайшие месяцы планируется проработка подходов и первичная апробация методов машинного обучения для получения набора наиболее подходящих предикторов и цель на весь следующий год уже получения всего набора наиболее релевантных предикторов и реализации на их основе опорного метода расчета вероятностных характеристик интенсивных осадков. И за отчетный период были доложены, результаты полученные, были доложены на двух рабочих совещаниях, в том числе в Гидромедцентре России и на международной конференции в Австралии. По итогам конференции опубликованы тезисы, также данные за прошедший год по собранным и рассчитанным индексам опубликованы в журнале «Вводные ресурсы», который индексируется с Копус и ВОЗ. У меня все, есть ли вопросы? Возможно, глупый вопрос, но вот вчера были сумасшедшие осадки в Москве, соответственно, вот такая модель, ваша модель сможет через два года предсказывать за месяц хотя бы, не за два дня, как сейчас, а вот за более длительный период вот такие аномалии? Да, у нас, собственно, цель выйти на глобальные модели, на климатический или сезонный прогноз, вот, но цель выйти на сезонный прогноз скорее для летних осадков, вот, то есть зимние осадки мы не рассматриваем, там совершенно другие механизмы формирования и другие зависимости от характеристик состояния атмосферы, вот, то есть их как бы с летними сравнивать нельзя, вот, и класть, ну, как бы в одну задачу объединять, вот, но на масштабе сезонного прогноза это может выглядеть в формате, что вот в такой-то промежуток времени, да, возможно выпадение вот такого-то количества осадков, то есть это не будет прогноз напрямую, что в такой-то день, в такое-то время выпадет такое-то количество осадков в любом случае, потому что атмосферные процессы очень стахастичны, очень динамичны, и вообще как бы предел детерминированной предсказуемости в принципе вот гидродинамическими моделями, да, которые вот сейчас дают прогноз, даже гидродинамическими, которые как бы на основе решений уравнений, это, он составляет две недели, то есть две недели дается прогноз, ну, более-менее точный, а дальше уже дается прогноз такой, как-то прогноз аномалии, скажем так, то есть положительная аномалия, отрицательная аномалия, вот, и мы хотим попробовать перейти как раз к оценке, тут у нас тоже будет вероятностная оценка, то есть неточное положение, да, аномалии, вот, а вероятность ее появления вот там в регионе, например, в такое-то время, вот, я надеюсь, что я ответила. Спасибо. Так, еще один вопрос мы получили от слушателей, что касается анализа конвективных явлений, какие специфические индексы и параметры использовались для анализа и идентификации конвективных явлений, и каковы были основные выводы. Угу, хорошо. Так, сейчас, видимо, я об этом не очень четко сказала. Так. Специфические индексы в тестовой задаче использовались индексы, то есть я, наверное, даже сейчас к дополнительным слайдам перейду. Вот. Собственно, из какого принципа брались эти индексы? Это были интенсивные экстремальные осадки, вызванные явлениями глубокой конвекции, которые, в свою очередь, определяются наличием конвергенции влаги, динамическим фактором, то есть вот циркуляциями, да, циклонами, фронтами крупномасштабными, межмасштабными, зонами конвергенции локальными, организацией конвекции, то есть это наличием статической энергии, статической энергии конвекции, то есть неустойчивости вертикальной и локальными эффектами. Вот. Соответственно, этому… Так, сейчас. Соответственно, этому индексы, которые были получены нами, использованы, это энергия и неустойчивость атмосферы, три вида. Это в зависимости от… В зависимости от, как бы, старта частицы. Сдвиг ветра, фронтальный параметр, который как раз маркирует конвергенцию. Интегральное влагосодержание, абсолютная влажность погранслоя, разность потенциальных эквивалентных температур, значит, лаблосиан-модуль градиента температуры, давление, приведенное к уровню моря, скорость ветра на разных уровнях, интегральная дивергенция водяного пара в толще атмосферы, температура на различных уровнях в толще атмосферы, абсолютная влажность, скажем так, в средней атмосфере, вертикальная скорость на разных уровнях, дивергенция и геопотенциал тоже на разных уровнях. Вот, надеюсь, я ответила. Спасибо большое. И еще один вопрос, что касается оценки точности моделирования. Какова была точность прогнозов, сделанных с использованием данных РП5, и как она сравнивается с другими методами прогнозирования? Значит, здесь показано, повторюсь еще раз, РМСЕ, которое мы рассчитали на основе максимального значения осадков по наблюдениям в регионе и среднему значению по региону осадков в реанализе РП5 составляло 16, порядка 16 миллиметров. Вот, то есть статистическими методами. То есть это результат, который мы бы получили, если бы модель у нас была с шагом сетки, которая включает в себя весь московский регион. То есть прогноз выдает весь московский регион, значит, вот такое значение осадков, и оно сильно занижает реальные значения, которые наблюдались за это время. С помощью моделей статистических, без использования прогнозных осадков, но с использованием характеристик, которые отвечают за формирование процессов, которые, собственно, вызывают осадки, мы получили РМСЕ порядка 11 с помощью модели кремневой регрессии и РМСЕ 988 с помощью модели CatBoost. Это по максимальным за сутки значениям индексов, по средним значениям индексов РМСЕ 1052 с помощью грибневой регрессии и 955 с помощью CatBoost.